здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий большое спасибо что смотрите пожалуйста делитесь этим видео лайкайте комментируйте сегодня нашим гостем будет политик геннадий балошу геннадий викторович добрый вам день приветствую приветствую как там результаты урагана насколько я понимаю вся история закончилась но все же в эпицентре событий во флориде да но мое место оказалось это флаг не так ударено ураганом он в основном прошел по старосоте рейсерские мужскими именами называются ураганы которые целенаправленно действуют а женскими именами называются те которые такая хаотичная они менее ударны и этот ураган больше пришел по мысу канаверал а вот этому там где я нахожусь тут уже было один по баллам считается один процент и на самом деле нас просто замело песком сильно с берега сильно замочила но самое худшее это то что до 17 числа не будет электричество во всем поселке потому что какой-то трансформатор замочила и пока его доставят так что здесь тоже люди страдают так же как и украинцы но от ураганов вот но свет когда здесь отключают есть надолго вот ну хорошо все когда хорошо заканчивается это правда ну а теперь поговорим об основных событиях которые связаны с украинским вопросом это очень важно насколько я понимаю так как ураган прошел и все вся история то есть эпицентр как бы уже произошел до этого всего ураганного процесса значит байден сказал о том что он все-таки вырулит германию и в конце месяца там будет потому что я помню и напомню нашим зрителям что он не смог приехать в рамштайн по причине вот этих природных катаклизмов это что-то изменит или нет как вы считаете но это изменит опять же мы неоднократно говорили у тебя во всех других я говорю о том что и все сейчас говорят это все встроено в избирательную кампанию демократов ситуация здесь 50 на 50 очень сложно и поэтому каждое движение президента байдена она либо помогает камере харрис либо это все уменьшает ее шансы тут и обама уже включился в избирательную гонку ездит по выборам агитирует чернокожих американцев и оказалось тут интересная штука что мужчины чернокожие не хотят голосовать за харрис потому что они не хотят видеть женщину тут уже такой феминистский вопрос возникает а женщины с удовольствием чернокожие голосуют за харрис так раздрай в семьях пошел и надо убедить их и поэтому конечно же рамштайн стоит особняком чтобы здесь вопрос такой мне кажется решение уже принято по украине украина для факта будет разделена она будет разделена где-то аж почти под днепр туда куда дойдут российские войска до выборов а после выборов они приняли решение прекращать войну но после выборов и наверное левый берег останется под фактическим управлением русских для дальнейших переговоров а правый берег будет под контролем киевской власти и там уже возникает выбор зеленского и все прочее поэтому он и не приехал потому что они просто тянут вопрос геннадий диктор и сейчас скажите пожалуйста насколько я понимаю очень активизировался очередной раз трамп он заявил опять на днях уже несколько раз об этом сказал что нас отдаляет от какого-то ядерного удара или от начала ядерных каких-то ужасов буквально несколько месяцев параллельно майк джонсон это глава спикер нижней палаты конгресса он заявил о том что после выборов они как бы не видят смысла финансировать как я понимаю украину и в общем то все может закончиться прокомментируйте пожалуйста но трамп он нагнетает атмосферу как бы ставит мир под ядерную угрозу и у него тоже избирательная компания чтобы подставлять байдена что он довел до этого а он прекратит это все в общем то вся риторика трампа строится на том что при нем этого не было при байдене это случилось при демократов сеется хаос в общем то если послушать всех трампистов они примерно говорят одно и то же в это верят том числе и американцы что трамп придет и более жестко наведет порядок хотя как мы знаем что политика соединенных штатов не меняется в принципе внешне то есть то что принято уже наверное кругами сказать те которые постоянно занимаются украины в том числе принято решение на замерение и трамп прекрасно знает об этом плане как и джонсон знает об этом плане и поэтому он говорит что финансирование уже больше такого не будет на военную помощь украине столько выделяться не будет сейчас будет идти речь исключительно о том чтобы а заключить мир и дать гарантии украины вот какие гарантии это вопрос и здесь выдвигается на первый план заявление путина скорее и лаврова лавров со своей стороны сказал что мы согласимся если что только в условиях нейтралитета украины и учета русскоязычного населения его защиты прав и а путин сказал что он готов приехать и должны встретиться на базе оон пять стран которые должны дать гарантии украины пять стран я имею ввиду ядерных держав великобритания франция россия китай и соединенные штаты америки в общем то то что добивался путин это признайте меня равным я контролирую украину я не дам ей вступить в на то и по сути сейчас мне кажется что путин добивается этого ситуации вот только закончилась турне зеленского по европе и кстати шпигель написал что не очень успешно это связано с теми идеями и теми предложениями которые горил зеленский они были холодно восприняты но оставим это на совести шпигеля но я другом смотрите байден и белый дом заявляет о том что невозможно в эту пятницу ближайшую же будут германия но кстати ничего не говорили относительно приглашения на приезд или появление в германии байдена именно зеленскому так смысл у байдена будут какие-то другие дела да как бы пока не украинский вопрос является основой встреч трудно разобраться украинский вопрос они не хотят поднимать риторику поэтому не делают никаких заявлений опять же это связано с избирательной компанией демократов а что касается самого зеленского и вот турная по неожиданному для всех турные по лучшим странам европы можно так сказать как этот премиум тур рим франции париж лондон что там еще берлин все все прекрасно у зеленского и у семьи зеленских все прекрасно мы с этим его поздравляем но на самом деле это скорее выглядело как его превратили в такого медвежонка для развлечений то есть его принимали на высшем уровне но судя по заявлениям принимали так уже ну мы уже развлекались этим медвежонком нам этот цирк уже поднадоел и сам зеленский поднадоел со своими требованиями дайте денег и в общем то но зеленскому все равно устроили этот парад тщеславия то есть это было специально для зеленского это говорит о том что они великолепно играют клубом они великолепно подыгрывают соединенным штатам америки они великолепно действуют как команда и никакого раскола между европейским союзом его лидерами и соединенных штатов не предвидится и нету просто играется игра и эта игра к сожалению делит украину попал не пополам но процентов 20 на территории будет под контролем российской федерации де-факто относительно это этого турне как бы есть разные оценки но в основном я смотрю западная пресса оценивает их как очень скудные ну прям совсем скудные а что это означает я думаю что да в этом же и смысл что уже решение приняты уже наверное на каждой встрече ему говорят о мире особенно у папы римского ему говорят что знаешь надо все таки иногда принимать политические решения давай наверное уже соглашается на какие-то уступки и по сути вот этот весь шквал прессы который идет вокруг зеленского он же идет вокруг одного заморозка конфликта на по линии соприкосновения согласится россия или не согласится и когда это произойдет и будет относительно заявлений прессы соответственно лидеров которые встречались зеленским вот шпигель пишет о том что объявление шольца о новой помощи миллиард евро для украины при ближайшем рассмотрении в их анализе оказалось абсолютным обманом все оружие которым было заявлено в пятницу уже было обещано и профинансировано еще в прошлом году и более того они говорят о том что удивительно обычно даже если политические вопросы не решаются то сразу же как бы возникает тема там помощи каких-то там траншей но в этот раз не было никаких объявлений и никаких заявлений о новой помощи и это всех удивило потому что обычно такие вот визиты они заканчиваются если не политическим результатом то хотя бы каким-то материальным что бы это значило понимаешь местность нашей власти там этих зеленских этого шмыгаля она заключается в том что они еще год назад знали чем это закончится и что на самом деле убивали людей просто так и и на курск посылали ради личного пиара и помнишь заявление шмыгаля о том что а мы не планировали воевать на сентябрь это же все там она лежит что они не планировали и европейцы не планировали после сентября вообще воевать все прекрасно знали что закончится избирательная кампания демократов байдена на то время потом камел и харрис и война должна быть закончена в любом ее виде куда там уже где войска остановится там она и заглопнет потому что все цели которые были поставлены этой войной а цели достигались и европейским союзом и америка и свои цели ставила российская федерация они достигнуты эти цели к сожалению не хороши для украины я боюсь что сам зеленский со своей шоблой вот этой зеленой они сыграли на руку другим странам а своих граждан положили просто так больше ста тысяч убитых и 400 тысяч ранее разрушены уточнить как говорил шмыгаль или человек по фамилии шмыгаль который возглавляет украинское правительство уже много лет и считается феноменальным как говорил спикер степанчук одним из лучших шмыгалей премьер-министров во всей украине и вне ее территории так вот я напомню он сказал о том что мы не планировали закладывать бюджет деньги потому что мы не думали что в конце двадцать четвертого года еще будут военные действия то есть не только там на половину двадцать четвертого года просчитали бюджет и поэтому не дуем как 500 миллиардов которые сейчас покрывают том числе продавая имущество вот недавно один из титановых кластеров был за бесценок проданы так понимаю нет денег ну и конечно же вот эта ужасная история с налогами кстати хотел бы узнать ваше мнение по поводу вот первого и второго вопроса на этой неделе это было принято и это было совершено знаешь конечно же государство будет распродавать имущество его к этому подбивают и те три с половиной тысячи госпредприятий они 80 процентов убыточные и по сути их давно уже надо было поставить на продажу и продать потому что когда государство владеет таким количеством имущества у нас возникают шмыгали и у нас возникают ермаки куда ставят своих людей на эти государственные заводы по сути продают должности на этих заводах и поэтому не так плохо что тот титановый рудник был продан потому что все равно украина его не сможет разрабатывать а так хоть какие-то налоги будут получать с разработки а вот то что налоги повышают то здесь наблюдается какой-то общий план потому что этот план мне кажется больше даже играет на руку кремлю потому что во первых они разоряют своих граждан во вторых они их запугали уже вот этими хватаниями на улицах уже по концертам пошли и мне кажется вот этот общий план это все-таки ложится план изгнания украинцев со своей земли и чтобы чтобы украинцы наверно или думать по-другому стали или стали другими или согласились на то чтобы не быть уже украинцами потому что украинство уже превращает нас каких-то терпим то как это вообще такое возможно борются за свободу провели майдан а сейчас вот легко какой-то клоун поставил всю страну на колени и стращает прокурорами и здесь то ли это замысел то ли это полный бардак того что они творят да это ужасно это вообще на самом деле очевидные вещи и я думаю что реакция в общем то может быть неимоверно но я другом хотел спросить вы вспомнили относительно активизации процесса мобилизации это правда на этой неделе вы же видели концерт океана эльзы произошел как-то сумбурно да пришли правоохранители представители дцк и сделали что-то похожее на облаву более того последние дни это особо активно проходит по всем большим городам украины по разным там клубам кафе ресторанам ну людным местам и когда задали вопрос а почему так все активизировалось что стало причиной минобороны сказала что это политическое решение абсолютно правильное потому что закон о мобилизации выполняется неэффективно а значит те люди которые называют себя оппозицией на порошенко и компании они сказали о том что принят был закон неправильный мол он в общем то может быть и оптимальный но он плохо реализовался как всегда в украине на что арахамио сказал что в общем то они не голосовали на не тоже несут ответственности как бы они вообще не представляют из себя ничего политическом бомонде но чем это все закончилось значит европейская солидарность друзья порошенко сказали что арахамио со своими слугами народа должен идти воевать чтобы личным примером показать а не отсиживаться а те обвинили значит порошенко в том что он тоже трус и в общем то бла 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 а воюют обычные ребята токари там не знаю инженеры ну то есть обычные простые простолюдины вот как все сложно самое же интересное что на самом деле зеленский осуществил все мечты порошенко вот то что он заложил свое время в виде армавира конституцию вбил эти языковые вопросы вопросы вступления в нато все заложено порошенко и на сегодняшний день они между собой уже грызутся а кто больше армавир и на самом деле зеленский это теперь есть новый армавир то есть и то к чему это привело от порошенко пусть смотрит вот пусть смотрит это все итог его политики это естественное развитие его плохих законов а потом продолжение принятия новых плохих законов но здесь же какой-то план должен же быть у них для чего вообще все это делается и я вот опасаюсь вот это вот натренированная шобла которая вышла хватать людей на концертах вот эта бусификация посмотри они очень хорошо одеты хорошо упитаны это молодые люди которые очень осознанно идут на то чтобы душить своих сограждан и поставлять в армию теперь зададимся вопросом а зачем вы это делаете если вы знаете что война прекратится а ситуация заключается в следующем что как только война закончится все предъявят претензии зеленскому этой шобли а что же вы наделали потеряли земли россия оставляет под контролем огромную территорию земли и тогда выступают на первый план то что и должно при диктатуре выступать стражи порядка вот это уже тренируются стражи порядка бусифицировать граждан и допускать общественных движений на площадях потому что они будут приходить и они отработаны уже по всех городах умеют ловить людей и подавлять бунты людей вот это вот и есть наши новые стражи порядка они будут дальше развивать армавир на оставшейся территории а та территория будет под контроль на российской федерации и вот это вот нас как бы на долгие годы может закрепить за страной с тиранией которая работает так сказать крепостной режим это страна крепость которая противостоит российской федерации и здесь у нас значит такие упоротые украинцы живут вот это вот если вот так в общую конву они как бы готовят себе почву для тирании потому что после порошенко у нас зеленский а кто следующий а следующий тиран должен быть который подавит всю эту массу иначе она выйдет из ну выйдет из-под контроля об этом они же они же сами уже распускают шутки готовится кремлевский заговор будут захватывать и так далее скажите пожалуйста вы затронули очень интересную тему которую время от времени я поднимаю в общении с моими собеседниками мне просто хочется узнать мнение и ответ получить какой-то ведь зеленский пришел к власти вопреки значит заявлениям порошенко в общем-то предложил альтернативу во первых он человек не системы потом я помню что он говорил там о языке и о гуманитарной сфере и о ситуации на востоке на иметься льду по военным процессам он говорил что он будет договариваться то есть он был абсолютной контр-версией от порошенко но что случилось что пошло не так и когда когда он превратился порошенко 2 огромные деньги по сути это выбор осознанный когда запад ну продуцирует как ему надо действовать ну национальное возрождение это же что такое это отрыв от империи отрыв от влияния от влияния москвы как оторвать от москвы давайте развивать украинский язык давайте развивать национальную сведомию давайте опору делать на то меньшинство которое агрессивно себя ведет по отношению ко всей остальной украине это все в результате принимается решение о вступлении в нато и это все начинает культивируется культивируется вражда на самом деле и украинцев зазомбировали враждой а то что порошенко это в свое время выбрал так это естественно потому что он как рассуждает у американцев европе просто больше денег намного больше денег в десятки раз больше денег чем в россии но такой же примерно выбор делал свое время и кучма в сторону денег ну потому что он взаимодействовал с европой более активно а дальше ющенко ну это понятно что он делал в ту сторону выбор янукович тоже делал в ту сторону выбор но он какой-то момент останавливали остановился но его снес майдан то есть силище огромное на самом деле стоит а порошенко полностью он не мог по-другому идти его же все-таки вынес на трон майдан а там были сплошные воланья по поводу армавира а зеленский когда пришел начале он когда приходил его поддержала в том числе и россия потому что у них на самом деле давление на украинцев было больше через медийную сферу они могли совершенно спокойно запустить того же шария запустить своих собственных телеканалы которые через медведчука и все же поддержали зеленского именно поэтому он получил 73 процента голосов потому что все олигархи российская федерация и все-все-все начали кричать что порошенко не должен быть а вот зеленский должен быть и была надежда у путина что он хорошо помог ему прийти к власти этому зеленскому на хороших лозунгах то теперь будет какое-то сближение а потом пришли деньги опять же займы и когда поработали уже опять же западные специалисты с ушами президента может быть ермака получилась смена ермака на богдана и понеслась понесся как раз опять ту же самую сторону что и порошенко в армавир и в результате все эти угрозы превратились в войну на сколько я помню уже тоже участвовали процессы которые происходили на майдане или ошибаюсь да конечно я на майдане очень активно участвовал снимал блоги и ходил туда постоянно призывал чтобы свернуть януковича но я был против банды янукович это разные вещи и на майдане все равно происходили стычки того плана а чему на чему на украинскому разговляют даже мне этот вопрос задавали на майдане этот вопрос все время висел я даже книги свои пытался раздавать и то там мне говорили переведи ты с початку переведи а потом я буду читать вот такая была вещь а я тебе бесплатно даю на майдане делать нефиг лежите хоть почитаете поэтому да я активно поддерживал евро интеграционные процессы но честно говоря мы же не знаем чем это заканчивается и кто перехватывает на ходу ситуацию честно говоря у меня не столько было информации сколько у порошенко и зеленского как-то я честно говоря я думал что они не доведут до войны просто-напросто а когда война уже случилось и ты понял что все что они говорили это ложь из централизованных источников то ты конечно понимаешь что их просто использовали это использованные люди это уже можно рассказать не жильцы на этом свете то же самый зеленский то что он пошел на поводу у запада и начал гробить собственное население значит что я ждал от государства это то что государство займет нейтральную позицию ну в языковом вопросе в культурологическом вопросе внутри страны но так как государство у нас начало подыгрывать националистам и она вот в это вот все вылилось преследование памятников бусификацию и те которые призывали к этому махровому национализму сейчас бросаются камнями в пограничников женщины собираются и они конечно же должны помнить что в свое время когда открываешь топор откапываешь преследование своего соседа по культуре по мове по когда пусть к русской из щелепи чаяк там они кажут москворотами обзывают понимаешь это все приводит тому что чемодан вокзал россия превращается в то что у вас 20 процентов страны отплывает вместе с территорией так что у много людей на майдане участвовали за свержение коррупции уже янукович олицетворял свою коррупцию но они совершенно не выступали за то чтобы нас бусифицировали нацифицировали ну чтобы поставить точку в этом разговоре все-таки задам эти вопросы это очень важно смотрите сейчас вот то есть такая тенденция когда говорят вы сами виноваты вы выбрали себе такого президента 73 процента это просто прям лохи да там как бы проголосовали получили но извините во втором туре да действительно много проголосовало за зеленского но риторика зеленского по основным ключевым вопросам была такая по поводу окончания значит конфликта с россией или там российско-украинского вот этого ужаса который происходил на востоке страны на донбассе зеленский говорил что он первым делом начнет договариваться люди ему поверили потому что хотели остановить ибо от порошенко такой прыти и таких обещаний не слышали он как раз был заряжен на конфликт это правда и это очевидно объективно второй вопрос по поводу истории языка зеленский давай интервью там гордоном и всяким остальным непонятным типам рассказывал о том что зачем поднимать языковой проблемный вопрос если можно значит и за стол переговоров дать возможность всем спокойно себя чувствовать и он за либерализацию за толерантность и так далее так далее ему поверили далее он сказал вот это историческое прошлое зачем его терроризировать давайте соберем какую-то тоже комиссию где будут представлены представители высоко интеллигентные ребята которые там имеют опыт умения знания ну то есть уважаемые авторитетные люди тоже все порешаем спокойно мирно ему тоже поверили но тут я говорю что когда он пришел на место президента ситуация кардинально изменилась значит не только деньги может быть и другие какие-то факторы существуют крайне резкому повороту зеленского в другую сторону я думаю тут надо искать корни где-то в районе шестнадцатого года кто выбрал зеленского на кандидата в президенте кто начал двигать зеленского и кто предложил ему этот проект елена зеленская как-то в интервью сказала о том что когда нам предложили этот проект но это почти прямая цитата мы долго думали но согласились то есть это для них проект то есть на самом деле зеленский выступал в виде куклы но считай что его жопа надета на чей-то палец и вот этот палец руководит им то есть на самом деле поменял мнение не зеленский он говорит то что ему говорят и он это озвучивает а поменяла место то мысли то группа которая стоит за зеленским и она вдруг в этот момент посчитала что в тянуть зеленского в войну вести более агрессивную риторику и продолжать армавир для них выгодно до кого это может быть выгодно мы сразу же смотрим а кто сейчас у власти ну вот если убрать зеленского и ермака ну не рассматривать это так понятно а кто за ними стоит а за ними стоит лёвочкин фирта а за ними стоит пинчук фиала а за ними стоял коломойский сейчас его посадили а за ними стоят все те же самые и ахметов все те же самые олигархи которые пилят страну потому что местным олигархам я веду национальным уже скажем так олигархом всех мастей включая ахметова всех остальных уже выгодно быть европейцами они хотят в европу и они хотят более жестко в европу это такое заявление путинской коррупционной своре кремлевской в том плане что мы отдельные бояре и договаривайтесь с нами мы теперь решаем и москва должна с нами считаться не с медвежчуком не с вашими посаженными сюда людьми а с нами мы здесь главные и зеленский принадлежит нам вот где надо искать корни этого что на национальные олигархи перешли на сторону европы в полном составе и они выступают коллективно против кремля правда есть одна ситуация в которой они им же все равно что делать им лишь бы их заводик работал и поэтому они сейчас активно будут переключать зеленского на другую волну вот этого самого примирения и возможно будет толкать его к тирании но ведь тенденция таких действий зеленского она же началась очевидной быть не после начала войны до этого через 19 года я помню как он закрывал каналы я помню как были какие-то списки рнбо неугодных этим очень сильно бравировали в общем-то показывали что нетерпимо критики но и в общем-то понятно чем могло это все закончится вот это как объяснить по вашему ну знаешь мне в жизни так выпадали случаи когда встречается со знакомыми людьми а потом они попадают трагедии помнишь убитого генерала бурб с бушники забили его в центре киева и выпасили ну вот но и киреев это мне удалось с ним пообщаться перед этим а потом случайно встретиться на мальдивах на каком-то необитаемом так вот встретились магазине и он мне тогда говорил что осени олигархов не будет уже будет все поле зачищено то есть у них там было уже принято решение а я тебе скажу что это гулливер знаменит или пару где сидят все вот эти вот держатели страны так сказать они сидят самом высоком здании и там они решили вопрос что некоторых олигархов надо зачистить тех кого они считают как мы видим потом зачистили коломойского а мы думали что это игрушки а его реально зачистили и надо понимать что исходить из того кто остался на плаву остался фирташ левочкин остался пинчук фиала и остался ахметов мощный и все вот они держатели сейчас зеленского зеленским все-таки кукла мы думали что это хороший парень который что-то принесет но это все-таки кукла для олигархов и они ему говорят сейчас у них началась внутривидовая борьба в связи с поражением по сути это они толкнули зеленского на те поступки которого нас совершал и до войны и во время войны он действительно до войны верил что они все знают и порешают за него а ему будут платить как кукле которая сидит на троне и получать просто свою пайку в виде огромных вливаний какие-то но как мы знаем что капиталы постоянны а люди которые обслуживают эти капиталы не обязательно и мне кажется сейчас уже зеленский вместе с сермаком этим шоу они приходят к осознанию того что они не обязательно в будущем украины что ими пожертвуют ну как и жертвуют всегда капиталисты крупные мелочи и они вот эти капиталисты крупные в сговоре скорее с европой с америка и они согласны разделить украину с путина насколько я знаю подаляк заявил о том что украинцам будет представлен план победы помните они тянули до последнего ожидали встречи в раштайме потом значит вот этот поезд козеленского по европе а что произошло уже как бы ничего не выдаешь запада да уже можно предъявлять украинцам то что есть на самом деле но она уже смешно просто выглядит потому что девочка которая в школе уже всем показала а мне почему то не показать и ездит по миру говорить я покажу этому покажу это у покажу этому эта девочка уже всем все показала все уже знают что там и даже тот мальчик который не видел тоже уже знает что так вот и украинскому общество они продолжают играть с ним вот в эту школьную игру покажи, не покажу. Но он нам пока не показывает. Что там и так известно? Что там мы уже знаем. Сдача Украины. Договорняк мира по поводу Украины. Замирение России с Украиной. Ради кого это все было? И когда ты думаешь о том, все это, блин, было ради вот этих трех-четырех олигархов, которые раздербанили этого Зеленского и решили каждый играть на нем свой свисток. Ради того Пинчука, ради того Ахметова, ради того, как это, Фирташа, который в Вене сидит. То есть все ради них, дорогих, у нас все выстраивается. И просто они вступили в неудачные переговоры с одним и, по большому счету, дали бой другому и где проиграли. По сути, мне кажется, что со слетом этой банды должно быть и разборки с олигархами. Потому что они продолжают пить кровь. Что они сделали? Они выпустили на Украину, но самое худшее, что есть. Карательные органы. СБУ под олигархами, прокуратура под олигархами и все вот эти суды под олигархами, все под ними. И они сейчас переходят в стадию, когда надо население третировать. Вот когда вот эта вся картина складывается. А для чего вы это делаете? Вот эту бусификацию, захват на концертах. Для чего? Вот эту деноцификацию или нацификацию. В школах детям запрещают на русском языке уже говорить. На голову Пушкину натянули этот кулек. Ради чего это все? Ради того, чтобы привести на трон диктатора уже полнейшего, который по идее должен действовать в интересах вот этой троицы или четверицы, я не знаю сколько их там, вот этих олигархических групп. По поводу интересов и западного влияния. Интересная тема, она прям не относится к нашему разговору, но все же, я думаю, мы приоткроем занавес к какой-то степени, потому что я хотел бы знать вашу мысль. Значит, есть такой народный депутат Дубинский, он уже очень долго находится в СИЗО, и он опубликовал, я так понимаю, через своих адвокатов заявление, ну и там материал уголовного дела по расследованию происхождения записей разговоров Порошенко и Байдена. Помните, в 2015-2016 году, который опубликовал Андрей Дыркач в 2020 году. Дело в том, что Дубинский был на конференции, на пресс-конференции с Дыркачем, и там, в общем-то, есть смысл правоохранительным органам, как они считают, это все связать. Так вот, на этих пленках Байден, в частности, требовал от Порошенко уволить там генпрокурора Шокина, ну, как бы понятное дело, мы вам деньги, вы нам выполняете то, что мы заказываем. Далее, что интересно, дело в том, что были проведены экспертизы охранников президента и, соответственно, связистов, которые занимались телефонными разговорами, они велись по громкой связи. Оказалось, что действительно, значит, Порошенко якобы записывал все эти разговоры на свой собственный диктофон. Охранники и связисты говорили даже, что он фигурировал, довольно часто лежал на столе, и, в общем-то, это он записывал, наверное, для какой-то своей там собственной цели или там на память. Ну, в общем-то, речь идет о том, что эти пленки, ГБР провело исследование, и они якобы говорят, что действительно на голосах, на записях принадлежат голоса Порошенко и Байта. Это меняет в корне дела, потому что раньше представители правоохранительных структур считали, ну и там яркие там сегменты власти о том, что это все вранье, это все сфальсифицировано. Эта история набирает обороты или что происходит? Уже заканчивается эта история. Уже выборы... Выборы, если будут, то нужно как-то размазать Порошенко, поэтому они могут использовать и эту тему. Порошенко уже размазан со своим Армавиром. У него отобрал весь Армавир не только должность, но и весь Армавир. Сейчас главный националист у нас в стране это Еврей Зеленский. Это чудо какое-то. То есть он украинский националист, он махромый националист. Он дает добро на все вот эти вот зачистки, весь безлад, который творится в Украине. Поэтому Порошенко нечего уже размазывать на выборах. Там идет генерал Залужин. Вот против него что-то есть? Вот это проблема. И мне кажется, что сейчас скорее вот эти олигархические группы озабочены как вовремя перейти на сторону Залужного. Они всегда же заранее думают. Как мы предположили, что Зеленского выбрали еще в 16-м году и начали ввести его к избирательной кампании, чтобы победить Порошенко. Все, Порошенко на тех выборах размазан. Он не поднимется в президенты никогда. Будут все равно новые лица. И вот в данной ситуации генерал Залужин скорее. А это все, что происходит сейчас вокруг пленок Байдена, это еще попытка как-то что-то поднять этот вонючий вопрос, который никому уже не нужен. Ни в Украине, ни в Америке. А то, что Дубинский сидит незаслуженно. Его можно как угодно называть. Любителем денег. Человеком, который служит Коломойскому на каналах. Который любит подзаработать, в том числе и на освещении таких событий, как освещал Деркач. Но шпионом его обозвать? Это абсурд. Тем более народного депутата со слуги народа вдруг шпионом оказался. То, что хотели Зеленский с Ермаком в этом хвосты погреть. Хотели, конечно. Они всегда хотят американцам либо услужить, либо напротив сработать. И они все время не могут выбрать, а на кого работать. Потому что в этом случае лучше молчать. Большие дяди дерутся. Тебе лучше держаться подальше от этого дела. Но ничего это не дает. Порошенко уже все равно ничего не поможет. Хорошо. Тогда мне интересует, почему эта тема возникла. Вы же помните, сначала к ней агрессивно относились, и теперь она прям вынесена на первую страницу, как говорят. Смотрите, сейчас выборы в Соединенных Штатах Америки. Очевидно, что неплохие шансы имеет Трамп. Хотя многие говорят, что он уже проигрывает Камале Харрис. Но я не знаю, я не жил с именными Штатами Америки. Но в любом случае, я понимаю, что все может быть в любой момент абсолютно неожиданным для нас. И я думаю, чтобы понравиться или как бы наладить какую-то связь с Трампом и его окружением, может быть, эта тема раздувается специально. Не знаю. Мне кажется, они вот это мстят. Обратите внимание. Село все крыло этого Коломойского. Корбан оказался... ...тодавили обысками. Самого Коломойского держат в тюрьме. А его люди, типа Дубинского, тоже в тюрьме оказались. По большому счету... А, этот... Его подельник Боголюбов в 13-м вагоне покинул страну. Миллиардер по чужим паспортам. То есть мы видим полную зачистку этого клана. Это значит, что самого агрессивного среди вот этой четверки олигархата они зачистили. Они его больше всех боялись. То есть это внутривидовая борьба точно по либону. Четыре у нас есть претендента начинают зачищать одного самого сильного. А потом перегрызут друг друга. Вопрос, что станет дальше? И останутся ли они вообще? Но капиталы у них настолько огромные, мы просто даже недоосознаем. И я недоосознавал, насколько у них огромные капиталы. Никакие новые люди таких капиталов законных уже не получат. Потому что у них уже, знаешь, у Ахметова законные капиталы с европейцами связаны. У Пинчука с американцами и европейцами связаны. У Фиалы вообще все европейские и американские деньги в его компаниях в Украине. То есть мы видим, как новые олигархи продолжают управлять тем же самым Зеленским. Но у них раскол у самих. Они уже между собой грызутся. Я думаю, что они все вместе перебегут после вот замирения к генералу Залужному. Поэтому Зеленскому приготовиться на эшифот. Как это? Революция пожирает своих детей. А как вы себе представляете вот это вот примирение или, я не знаю, там разворот событий, если россияне категорически против любых контактов на основе формулы Зеленского? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Я не буду как бы рассуждать на эту тему. Что должно произойти? Давление принудительное Запада на Украину или Украину поставить перед фактом, если договорятся? Какой вариант актуален сейчас? Ну, можно себе представить, что задумал Путин, предлагая встретиться пятерки и решить вопросы мира, в том числе в Украине, в Ближнем Востоке и особенно с атомным вооружением. Это сейчас вопрос на первую роль поднимается. Даже Нобелевскую премию мира дали за разработку какого-то там системы, чтобы люди были без ядерного оружия. И вот Путин предлагает встретиться там и обсудить, в том числе и судьбу Украины. Самое главное для Путина, тут я соглашусь с Карасевым, это сохранение контроля над пространством Украины. Вот как над Грузией сохранение контроля над пространством. То есть это не вступление в НАТО, это нейтралитет, это защита русского языка традиционно, ну а как они еще сказали, а ради чего все это было. И русскоязычного населения. А дальше фактическое удержание той территории, на которой они находятся. Вот дальнейшее уже будет получаться по-другому. Ну, потому что первое, вынесут Зеленского, кого-то ж надо похоронить за вот такие чудесные победы, вынесут Ермака, произойдет замена власти, а теперь вопрос, а кто придет после Зеленского, меня сейчас больше этот вопрос интересует. потому что под тем, кто придет, все равно останется вот эта группа. Фиала, Пинчук, Левочкин, Фирков. То есть они основа градостроительства, или как, страностроительства у нас. И поэтому вот кто следующий, если они лягут под Залужного, все дружно, то это одно. Если они попытаются, что они и пытались сделать, Буданова раскрутить, это вообще кошмар, потому что вот это тирания и власть спецслужбам. Потому что если Залужный, это более умеренная политика внутри страны, это замерение всех групп, потому что сам Залужный такой, не шатай, не валяй, генерал, политик, он может договариваться и с теми, и с теми, и с теми. И в принципе вот, мне кажется, сейчас это идеальная позиция. И генерал, и умеренный, не нациг. Потому что по идее должны прийти военные. Вот я тебе скажу, даже вот просматривая исторические события, когда такое вот происходит. Бывают два случая. Иногда в руки спецслужб сваливается, вот типа Буданова. И тогда это террор, тирания. Прокуроры правят, короче. Уничтожается страна, зачищается. Вот то, что сейчас происходит, это власть прокуроров и СБУшников. А когда приходят военные, они по сути своей склонны передать власть более демократическим. Они не склонны вот это, знаешь, кого-то тайком взрывать, подслушивать, идиотством заниматься. Они склонны ходить в форме и оберегать порядок. Ну, вполне вероятно, но все же я хотел бы, вот вы говорите о замирении, я все-таки хотел бы эту тему довести до какого-то логического конца. Скажите, а с другой стороны? Ну, если вот мы смотрим сводки с фронта, да, и сейчас время как... Я не хочу деталей, потому что это все очень крамольное украинское медиапространство. Но дела не так хороши, как хотелось бы. Более того, время работают не на Украину, а в этом пишет западная пресса и, кстати, приводит факты. Потом вот эти скандалы среди украинских военных, в том числе там генералитета и так далее, и политиков, это очевидно не к добру. Курские события, да, сейчас мы видим много информации о том, что русские давят, очень давят, и при том есть серьезные проблемы украинской стороны. То есть, я все это говорю абсолютно мягко, а им-то зачем, если все для них как бы более-менее нормально, им-то зачем решать вопрос таким образом, как мы описываем. Кому им? Я про Россию, про Кремль официально. Ты понимаешь, Кремль же тоже стоит в своем положении, ему эта война все равно, она же бесконечно не может длиться. И, по сути, заявленные задачи, они как бы достигают их. Привести Украину к поражению, де-факто, то, к чему они ведут. Они же ведут, вот это вот, если Армавир отвергнут, то это будет политическое поражение Украины. И, в принципе, это должно умиротворить Путина в том числе. И, возможно, он удовлетворится еще и тем, что с ним будут согласовать фигуру и политику будущего президента. Вот в данной ситуации даже странно будет звучать, как бы они не относились к Залужному, он им подходит. Потому что Залужный будет проводить умеренную политику. У нас будет парламентская республика. А если парламентская, то это возможен переход к более умеренной международной политике всей страны. Ну, потому что мы все равно, как парламентская республика, будет зависеть от левобережья. Оттуда же депутаты будут идти. Русскоязычное население много голосов дает. Если вы зависите от... Ну, парламент всегда зависит от голосов. Если вы не будете соблюдать голоса русскоязычного населения, то вас не будут выбирать. Выбирать будут тех, кто поддерживает русскоязычное население. Поэтому в данной ситуации будут, скорее всего, согласовывать фигуру Залужного. Короче, военные против войны. Это же, кстати, тоже тезис один из путинских, который он в самом начале еще говорил. Военные, берите власть, прекращайте войну. Вот ты же помнишь, как они шли. А в данной ситуации нам, как общего, нельзя допустить спецслужбы наших прокуроров и следователей к власти. А с другой стороны, все равно будет военный, генерал какой-то, в данной ситуации Залужный. который должен быть, он был против войны, что он хотел заключить какое-то перемирие, потому что дальше воевать уже бессмысленно. Это все тезисы Залужного. Сейчас тот же самый Залужный объявляет о том, что он против мобилизации от 20 до 25 этого закона. То есть Залужный начинает делать заявления антивоенные. Это же генерал против войны. Это идеально для избирательной кампании. Да, ну, может быть, не буду спорить, потому что украинская политика... Мы же не знаем, какие тайные переговоры в Лондоне идут. А может быть, он заверит где-то тайненько Путина, что да, мы идем к нейтралитету, мы против войны, мы идем вот так. Ну, чего нет. Но, с другой стороны, должна быть политическая воля тех, кто сейчас при власти, хотя бы пойти на выборы. У них она пока не просматривается. Более того, мы говорили о вот этом подалеке, знаю его сто лет, я помню, как он славил Янукович и теперь, значит, Зеленского. Он же, по-моему, вчера сказал, что никаких отклонений, мы все равно о формуле мира Зеленского говорим, и как бы никаких новшеств в этом ничего нет. Мы не отступаем от своей линии поведения. Вот в чем вопрос. Вот что настораживает. То есть они не готовы к переговорному процессу на основе какого-то там контролируется. А что такое 95-й квартал без 1 плюс 1 или без Интера? Вообще, что такое этот квартал 95-й без телевидения и медийной поддержки? А вся медийная поддержка и телевидение стоят денег огромных. И в данной ситуации, как только эти самые олигархи переключатся на поддержку другого кандидата, все эти средства массовой информации будут работать на другого кандидата в той или иной форме. Просто они держатся на том, что дайте нам денег, мы проведем любые выборы. Они возомнили себя великими держателями электоральных настроений. Они считают, что народу можно скормить любую чушь. Ну вот, типа, как ожидание плана, мостик к плану, покажу, не покажу. Это же уже сколько? Это год почти длится этот план или полгода. Я уже устал даже говорить об этом плане. Неинтересно уже. План мира, план борьбы, план победы, план формула Зеленского. Это все они думают, что вот так можно дурить население. Но это все можно дурить, пока у тебя средства массовой информации. Они сейчас разорваны. Сейчас ютуберов полно. Сейчас соседние страны работают против уже Зеленского. Ну, все средства массовой информации говорят о недостатках Зеленского, о проблемах Зеленского. И поэтому все разворачивается против него. Средства массовой информации его начнут душить, как душили Порошенко в свое время. То же как бы внезапно произошло. Все начали душить Порошенко. Додушили. Пришел Зеленский. Сейчас пришло время Зеленского душить. Все как положено. Знаете, лишь бы это не переросло в серьезный конфликт внутри страны, потому что все говорит о том, что у нас полицейский режим. И, конечно же, вот те тенденции автоократические и приступы тоталитаризма они приводят к серьезным размышлениям. Вот тут я надеюсь на мудрость олигархов. Те, которые управляют Зеленским, что они это в какой-то сеть понимают, что в конце концов придут за ними. Они должны это слышать, что за вами придут. Если вы не приведете страну к парламентской республике, если вы вопросы не будете решать в парламенте, можете там ссориться сколько угодно, если вы не убьете своими руками, не задушите это монобольшинство, если вы не накажете этого Зеленского с Ермаком, то в принципе вам уже будет угроза. Потому что ты прав, что гражданский конфликт идет погромом прежде всего кого? Олигархата, богатых людей, богатых домов. И им придется прятаться тогда уже в Европах и Америках, где там они смогут прятаться. А въезда в Украину уже не будет. Потому что это восстание черт его знает к чему оно приведет. И какие силы приведет. Потому что пока я вижу, что страну захватили прокуроры. Мы ставим две точки. Так считает Геннадий Балашов, украинский политик. Геннадий Викторович, я очень вам благодарен. Спасибо большое, что ответили на мои вопросы, поделили своими мыслями на канале Дики Лайк. Благодарю. Спасибо. Спасибо всем, кто смотрел. Пожалуйста, делитесь этим видео, лайкайте, комментируйте. Через небольшой промежуток времени встретимся. С уважением, Виталий Дики. И не теряйте оптимизм. Подписывайтесь на мой канал. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова